Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском, 88 и МОПРО-7. 6+. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Доброе утро, доброе утро, уважаемые наши юные открыватели и открывательницы, мамы и папы юных открывателей и открывательниц, дедушки и бабушки юных открывательниц и открывателей. В воскресенье, 10 часов 5 минут, пора начинать нашу традиционную воскресную программу «Открывашка». Тема у нас сегодня очень интересная. Мы вообще в последнее время в наших взрослых программах очень много говорим о театре. Какое-то вот такое странное время, да, начались большие гастроли, к нам все время приезжают какие-то театры, взрослые, детские, даже какие-то пластические драмы, театр приезжал, очень много всего. Но летом, летом, как и во всех, так сказать, отраслях, происходят разные вот такие чудеса. И в том числе театр начинает активно работать с детьми. Вот тут, когда приходили девчонки из ТЮЗа, спросили, куда нам пойти-то, они сказали, вам никуда не пойти, у нас весь июнь только детские спектакли. Почему? Потому что лето, потому что лагеря, потому что детям нужно интересно отдыхать, куда-то ходить. И сегодня мы будем говорить о такой вещи, интересной для города Кирова, как летний театральный лагерь. Я правильно сказал? Ну, не совсем лагерь, скорее летние интенсивы. Ну, интенсив — это такое слово уже такое более сложное, да? Ну, давайте будем говорить так, что это какой-то короткий летний лагерь. Я сразу хочу представить наших сегодняшних гостей. Мы уже слышали голос Дарьи Ткачёвы, это руководитель культурного центра «Пятый этаж». Даша, доброе утро. Доброе утро. У нас ещё есть Катя Лучникова, художественный руководитель детского, не детского театра «Кактус». Катя, добрый день. Всё верно, доброе утро. И две, я бы сказал так, артистки, можно так сказать? Можно. Можно так сказать. Детского театра «Кактус» — Олеся Рябова. Олеся, доброе утро. Доброе утро. И Екатерина Байдена. Екатерина, доброе утро. И будем говорить об этом самом театральном, теперь уж скажем так, интенсиве. Но, но, так как у нас программа детская, и дети ждут, что мы будем задавать им интересные вопросы, они будут получать интересные призы, я сначала всё-таки так вот возьму на себя смелость и огласить список призов. Сегодня у нас очень много интересных книг, я их сейчас назову, а вы пока, девчонки, подумайте над первым вопросом для наших детишек, чтобы они слушали и заодно не скучали. «Возвращение» — отличная книга, «Эрагон», «Возвращение» — это фэнтези, но это автор Кристофер Пазолини, для детей уже 12+, но книга очень красивая, вот я её покажу, там потом кто будет смотреть нашу программу в записи увидит. «Энциклопедии» серии «Хочу всё знать» — «Волки». Ух ты. Ух ты, какой красавец, да? Очень красивый волк. Для тех, кто любит русский язык и литературу, Эдуард Вартаньян — «Путешествие в слово», откуда берутся заимствования из иностранных языков, вообще как образуются слова. «Простая наука для детей» — ноль плюс. «Аптека ароматов» — «Тайна старинных флаконов». Это уже, наверное, больше для девчонок, чтобы узнать, откуда всё это берётся. Для юных парфюмеров не будем вспоминать это слово, так сказать, в связи с известным фильмом и романом. «Джеральд Даррелл» — «Летающий дом». Приключения для людей, которым уже больше шести лет. Олег Рой — известнейший автор, библиотеками читателей-исследователей. Песня называется «Приключения Квантика». «Кванториум». Кстати, обратите внимание, уже слово очень такое знакомое стало для всех ребят Кировской области. И ещё одна прекрасная книжка. «Щенок проказника. Его весёлые приключения». Это уж понятно, что ноль плюс. «Состязание по шалостям». Автор Холли Веб. Вот такие книги у нас сегодня разыгрываются. Девчонки, кто первый задаст вопрос? Давайте я задам вопрос. Поскольку у нас скоро совсем стартуют наши интенсивы. Один будет детский, другой будет для ребят постарше подростковый. И на нём пять дней мы будем говорить о пяти этапах развития театрального искусства в мировом ключе. И первый мой вопрос будет как раз-таки по истории театра. Поэтому ответить на него смогут все любители театрального искусства. Может быть, кто-то где-то занимается в театральных коллективах или просто любит театр. А может, у кого-то просто гаджет хороший, а может, у кого-то мама и папа помогут. Это не возбраняется, ребята. То есть, пожалуйста, не будете использовать и родителями, и гаджетами. Итак, как назывался театр Шекспира? И ещё напомню, телефон нашего эфира 211-101. Я думаю, что этот вопрос несложный, даже вариантов ответа давать не надо. Ну да, попробуем без вариантов. Вот такой человек далёкий от театра, как я, и то помню. Слово крайне популярное в нашем городе. В нашем городе слово очень распространённое. Хорошая подсказка. У нас практически на каждом углу есть. Все когда-нибудь бывают в жизни подобным названием в нашем городе. Только они никак не думали, что это связано с Шекспиром. Ну, давайте вернёмся к нашему интенсиву. Начнём рассказывать, что это такое. Кто начнёт? Так, ну давайте, наверное, начну я. Дарья Ткачёва, да? Да, для нас, для культурного центра «Пятый этаж». Мы работаем и давно, и недавно одновременно, с Нового года. И поскольку в основном наши события – это события для взрослых, но дети и подростки, как известно, это такие начинающие взрослые. Это те, кто очень скоро присоединится к нам, взрослым, в наших серьёзных разговорах. И очень скоро поймёт, что зря он так торопился взрослеть. Это тоже. И для нас крайне интересно и важно стало придумать что-то такое именно для детей и для подростков, для начинающих и взрослых. Для того, чтобы начать с ними говорить в том числе про современное искусство, про современную культуру, про современный театр. Попробовать как-то по-новому, как-то интересно поработать с детьми в этих направлениях, таком как театр. Такой немножко спойлер на будущее. Не только будет театр. Летом будет ещё много чего интересного у нас на пятом этаже. Вот. И поскольку театр, не детский театр «Кактус», вот как раз с января являются резидентами и уже большими друзьями нашего культурного центра, мы вместе придумали такую классную идею, чтобы летом такие недельные интенсивные лабораторные курсы творческие для детей и подростков. Сделаем паузу, потому что у нас есть телефонный звонок. Понимаете, вот, Катя, как-то люди довольно быстро ответили. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Аня. А сколько вам лет, Аня? Мне 9 лет. 9 лет. А из какой вы школы? Я из 11-й школы. Из 11-й школы. Вы вообще театр любите? Очень. Очень часто ходите? Да. А может быть, где-то уже занимается Аня? Ну, пока я еще не занималась, но я бы хотела. О, приходите в «Кактус». Вот, 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 тогда слушайте нашу программу внимательно до самого конца. Ну, давайте теперь ближе к вопросу. Так как же назывался театр Шекспира? Глобус. Совершенно верно. Ура. Ну и теперь еще одна важная часть. Какую книжку вы хотели бы получить за ваш правильный ответ? А можно к редактору? К редактору, конечно, можно. Тогда не кладите трубочку, сейчас редактор вас с вами все обговорит. Ну, видите, как хорошо. Мы боялись, что вопросы будут сложные. Уже опытные у вас слушатели, смотрите. Конечно, подготовленные. Все знают, кому с каким вопросом нужно обращаться. Ну, правильно все. Правильно все. Потому что так можно спокойнее выбрать, потому что, может быть, со слуха не все восприняли хорошо. Так, кто у нас следующий задаст вопрос, чтобы это не пропадало? Хорошо. Дарья? А, прям сейчас, да? Конечно. Вопрос у меня вот какой. Он не сколько про театр, сколько про кино и про историю города одновременно. Знаете ли вы, какой из ныне существующих кинотеатров можно по праву считать старейшим в нашем городе? Подсказка. Он сохранил свое название с самого начала. Из ныне работающих? Из ныне работающих. Он сохранил свое название и даже на этом же месте находится. Я задумался немножко. Интересно. Ну, похоже, я... Так, ладно. Пусть другие думают в конце концов. Почему-то я-то думаю, сижу, да? Ну что, давайте... Книжку хочется. А мне же не дадут все равно. Мне только поддержать дают. Ну, наверное, уже более подробно можно рассказывать, что это такое будет. Катя? У нас две недели театральных, ну, таких летних погружений. Первая неделя мы приглашаем к себе в финале июня детей. И там мы по максимуму будем... Детей это вот кого имеется по возрасту? По возрасту это от 7 до 11 лет. От 7 до 11 лет. Десять-одиннадцать, да. Десять-одиннадцать лет. Мы будем там по максимуму прокачивать актерские навыки и способности. То есть мы будем вместе создавать спектакль за 5 дней. И в финале 6 дня у нас будет большая премьера, на которую можно пригласить родителей, знакомых, друзей. И будет такой праздник. То есть все 5 дней мы будем заниматься мастер-классами, тренингами по актерскому мастерству, по речи, по пластике. Будет немножечко цирка. И ребята узнают и сами поучаствуют во всех этапах создания спектакля. То есть придумывание, этюды, репетиции, подготовка, создание небольшого реквизита, программок, встреча гостей и так далее, и так далее. Может быть даже подбор музыки, костюмов. А спектакль-то вы уже подобрали для них? Я, конечно, уже что-то себе там задумала, но это все будет зависеть от команды, которая придет. То есть от запроса в первый день мы будем знакомиться, у нас будут тренинги, и, конечно, будет понятно от ребят. То есть от них будете танцевать уже, да? Конечно, да. От их интересов. Вот девчонки, которые у нас тут сидят в уголочке, которых я представил как артисток, вы в таких вещах участвовали уже? Да, мы участвовали. А какой? Вы также точно пришли, да? Я вообще попала в театр «Кактус» именно из интенсива. Я узнала об интенсиве, пришла туда, и вот уже как два года занимаюсь в театре. А вот когда вы пришли в интенсив, вы как выбирали этот спектакль, вот я слушаю, да? И как вы распределяли роли, что мне больше всего интересно? Потому что вот я помню, когда там какие-то ролевые игры во дворах, там ведь иногда за какую-то роль драка может начаться. Как в большом театре. Как в любом, наверное, да? Как-то все решалось всегда спокойно. Ну, решалось-то как? То есть вот Екатерина говорит, значит, ты будешь там царицей, а ты, значит, будешь лягушкой сегодня, да? Нет, нет, все, конечно же, не так. Мы садились в групп, все обсуждали, кто что хотел, кто кем хотел быть. И всегда все решаются с помощью разговора. А какой у вас был спектакль, когда вот первый раз у вас был интенсив? Первый спектакль — это были каникулы Бонифация. Ух ты! Да. Вы кого там играли? Я была бабушка Бонифация. Бабушка Бонифация! Одна из главных ролей. Ну, она одна из главных, но она довольно немногословная, судя по мультфильму. Ну, она такая немногословная, но судьбоносная, потому что мы немножечко переделали, ну, первоначальный сценарий, и там все дело как раз-таки было в этой бабушке Бонифация. То есть, можно сказать, вам главная роль досталась, да? Можно и так сказать, да. Так, ну, у нас есть снова звонок, то есть у нас все хорошо отвечают. Даша, а примите вот звоночек-то. Алло. Дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь, да. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вика, мне 13 лет, я учусь в Кэпле. Очень приятно, Вика. У вас есть ответ? Да. И камер назывался старейший кинотеатр? Колизей. Отлично, все верно, именно так. Но он только не на своем месте работает. Нет, почему, он почти на своем месте, он же был деревянный, его потом снесли, и почти там же поставили снова камерный. Где был деревянный колизей, там сейчас художественный музей имени братьев Вознесовых, Даша. А-а-а, значит, я ошибаюсь. Немножко, но все равно это самый старый колизей, название на самом деле старое. Ну, название сохранилось, да, что очень важно. Я-то еще ходил в тот деревянный козель колизей. Причем по желанию горожан. Да. Хотели переименовать, но горожане настояли на старом названии. Мы сидим глазами хлопаем с девчонками, сами много узнаем сегодня. И какой приз вы хотели бы получить за правильный ответ? Можно меня к редактору? Конечно, можно. Теперь уже всех к редактору, потому что мы не знаем уже, кто взял, какую книгу взял первый ответивший. Вот, кинотеатр Колизей, да, деревянный, находился вот как раз на улице тогда еще, Дрылевского она называлась. А-а-а, но почему-то так отложилось четко, что вот он именно там почему-то был. Кто-то когда-то ввел меня в заблуждение. Кто-то ввел в заблуждение, да. Да, я просто помню прекрасно, я ходил в этот кинотеатр, когда маленький был, да, и более того, я даже присутствовал вот на последнем уже, вот как бы его издыхание, когда вот на завтра его сломают, а мы успели там еще сфотографироваться. У меня вот эти фотографии остались, правда, плохонькие, поэтому я это точно совершенно знаю. Ну, все не спорю. Ну что, девчонки, ваши вопросы. Приготовили что-нибудь? Так, понял. Они смотрят на меня? Смотрят на камеру. Нет, тогда я спрошу. Я тоже имею право, да. Вот, когда человек приходит в театр, его на входе встречает обычно такая тетенька, да. Ее в простонародье зовут билетерша. На самом деле она ведь не просто билетерша, то есть она просто встречает вас, проверяет ваш билет, помогает вам найти место в зале, да. Если вы расшумелись, она подойдет вам, сделает, например, замечание, да. Это такая интересная профессия, и у нее есть название. Очень такое красивое, между прочим, название. Сейчас оно редко употребляется. Так вот, вопрос такой, вот как на самом деле называется профессия вот этой женщины, которая встречает вас на входе, проверяет ваш билет, помогает вам найти место, предлагает программку и так далее. А я дам три варианта ответа, потому что вопрос сложный, а ответы еще сложнее. Все три варианта. Эту тетеньку называют коммердинер, эту тетеньку называют капельмейстер или эту тетеньку называют капельдинер. Так, театралы, я смотрю, задумались. Эта профессия, она так и значится, и человек, когда принимает на работу, пишет, что он работает либо коммердинером, либо капельмейстером, либо капельдинером. Вот, уважаемые детишки, подумайте, напрягите родителей и не бойтесь. Если вы даже первый раз ответите неправильно, мы этого как будто не услышали. Ну, давайте дальше про интенсив. Так, хорошо, мы уже поняли, как это бывает. Катя нам рассказала, вот Олеся, тоже участвовали в интенсивах? Да, я участвовала в интенсиве, мы ставили пластический спектакль. Так, во-первых, что такое пластический спектакль? Пластический спектакль – это спектакль, где практически нет слов, и всё действие показывается пластикой, какими-то движениями, метафорами. А как спектакль назывался? У него был какой-то сюжет, там, или название, или автор, или всё придумывали на ходу? Спектакль назывался «Полёт стаи», если я не ошибаюсь. Всё верно. «Полёт стаи»? Да, там было по произведению… Ричарда Баха, человека по имени Джонатан Ливингстон. Вот, как интересно. А почему такое название взяли и изменили? Название-то очень известное. Ну, да, мы не стали брать именно вот этот сюжет, конечно, отталкивались, то есть пошли в какие-то свои метафоры, мысли, соображения. Тоже много было этюдов, много такой тренинговой работы. То есть не хотелось идти именно по сюжетной линии. Ну, то есть каждый из нас может стать такой чайкой. И вот мы про это делали свой спектакль. А это вот как-то прямо в процессе происходило? То есть вот эти все изменения? Да, конечно, это этюдный метод. Таким методом, я не знаю, ну, мне кажется, большинство театров работают, и у нас в «Кактусе» только этюдный метод принят. Мы много, ну, говорим, придумываем, пробуем. То есть этюд – это всегда проба. И дальше из этих этюдов уже вот слагаются спектакли. Олеся, а у вас как-то роль называлась? Нет. Нет? Я была в стае. В стае? То есть как это все говорят, в массовке, да? А после этого, ну, смотрите, ну, получается, так вы пришли вот в театр, да, в театре, ну, как бы традиционно, да, люди все-таки говорят, какие-то эмоции выражаются. После этого в каких-то спектаклях участвовали, где вам говорить разрешили? Да, мы потом еще ставили спектакль «Дневник Алены Чижук». Там было очень много текста. Ну, да, там, кстати, как раз-таки был почти… За оба спектакля наговорились, да? Текст, да-да-да. Потому что там был дневник, что там, почта, ЖЖ, Фейсбук. То есть как раз-таки, ну, только эпистолярные жанры, и нужно было их перевести в сценический язык. Ну, да, текста пришлось учить много. Ну, там, я, наверное, не только вот текст выучить, да, вот вышел, рассказал, там, наверное, много всего другого еще, да, Витя? Ну, да, там было действие, всякие метафоры. Нет, а вот чисто, вот понимаете, вот я вот никогда не был на сцене в качестве актера, да? То есть вот мне… Я не представляю себе, как это взять, вот выйти… Приходите на интенсив. Так меня уж не возьмут, я уж не подросток, понимаете, даже не отрок. Ну, наверное, вот как вот это перевоплощение, как вот это происходило, Алиса? Трудно было? Да, это очень трудно. В какой-то степени очень сложно взять на себя роль другого человека. Но потом как-то очень вживаешься и начинаешь даже говорить фразочками, какими-то из спектаклях в реальной жизни. То есть уже дома начинают говорить, что такое с тобой, да? Это Алиона Чижук. Это стало у нас именем таким нарицательным. Почему? Ну, потому что долго-долго работали, целый год работали над спектаклем. И потом долго выходили из своих ролей. Ну, да. Мне кажется, у профессиональных актеров они вот, ну, говорят цитатами из своих ролей. То есть, да, это такое уже накладывает отпечаток. Вы, Катя, участвовали в этом спектакле? Да, я участвовала в этом спектакле. Этот синдром вас тоже преследовал? Да. До сих пор не халится осталось. Вот видите, опасное дело театр вообще. Ну, интересное. Интересное, понятно, понятно. Давайте все-таки поговорим. Хорошо, детишки пришли к вам, да? Кстати, можно ли уточнить по времени? Вы сказали, в конце июня? Последняя неделя июня... 24-го. Это дети. А первая неделя июля... С первого июля. С первого, да, получается. Мы приглашаем уже подростков. Подростков. Подростки это получается у нас... Получается, с 12 до... Ну, вообще, на самом деле, до бесконечности, там, до 16. Я подхожу, да? Со своими 60-ю и 10-ю. Так, и смотрите, вот, видимо, для того, чтобы перед тем, как вот туда прийти, надо, я не знаю, как-то зарегистрироваться или что-то еще, что нужно сделать, чтобы к вам попался... Нужно с нами связаться. Как это можно сделать? Могу телефон прямо... Телефон скажите, да, конечно. Да, наш рабочий телефон. Плюс семь девятьсот двадцать два, девятьсот девяносто пять, ноль один, ноль пять. Можно повторить еще раз помедленнее, чтобы... Плюс семь девятьсот двадцать два, девятьсот девяносто пять, ноль один, ноль пять. Это по телефону можно позвонить? Да, можно позвонить, можно там задать все вопросы, которые возникнут, договориться, когда вы сможете к нам подойти, чтобы заключить с нами договорчик, чтобы обсудить вопрос оплаты участия. И все, то есть мы все расскажем, какой будет график, как все это будет происходить, то есть какие-то все подробности можно было сразу узнать. То есть все вот эти вот конкретики, все можно узнать, именно по телефону, а потом подойти и все это поговорить. Да, 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 да. Позвонить, чтобы договориться, чтобы с нами встретиться у нас в культурном центре пятый этаж, и чтобы все вот эти формальные вопросы записаться, зарегистрироваться, все это решить. Все это, есть информация у нас на сайте mtc-kirov.ru, вся подробная информация по интенсивам, можно найти там и наши контакты все, поэтому можно зайти, найти нас, связаться и уже зарегистрироваться, и успеть, потому что регистрацию договорчики нам бы желательно все заключить по 20-е число включительно. Ну понятно, чтобы мы уже понимали точно, да, сколько чего человек... Так, еще, значит, сайт, это молодежно-творческий центр, mtc. mtc, да. Да, то есть латинские буквы, да? Латинские буквы, тире, kirov.ru. И еще какие-то, может быть, контакты есть в социальных сетях? Конечно, в социальных сетях также можно все найти, публикуется информация в группе недетского театра «Кактус», то есть нужно просто ввести в поисковик недетский театр «Кактус». А если просто театр «Кактус», у вас много таких в России театров с таким названием? По-моему, был один, но он как-то где-то от нас далеко, я не знаю, что... Ну на всякий случай, недетский написать театр. Да, недетский театр «Кактус», там тоже публикуются новости, и мы создали встречу тоже по интенсиву. Театральное погружение, тоже можно в поиске ВКонтакте вбить театральное погружение, недельный интенсив для детей и найти всю информацию там. Ну вроде бы все понятно объяснили, да? Ну может быть, стоит рассказать о том, как будет происходить... А мы будем... У нас еще полчаса впереди. Отлично. Мы совершенно не прощаемся, я просто это уточнил, чтобы люди уже понимали сейчас, о чем мы говорим, и все, сейчас мы сделаем, наверное, небольшой перерывчик, буквально на парочку минут, и, конечно, очень подробно все расскажем. ПЕСНЯ Хорошо быть шутом, настоящим притом, Без завода, без угла, без гроша. Всемогущий король, очень важная роль, Но не так уж она хороша. Почти у каждой роли всегда найдется но, И вы решайте сами, что лучше, а что хуже. Примерим от короны, желающих полно. Открывай с пулетчиком! Открывай с пулетчиком! Открывай с пулетчиком! Ну кому он нужен? Открывай с пулетчиком! Открывай с пулетчиком! Открывай с пулетчиком! Ну кому он нужен? Сделан так белый свет Что хватает в нем бед И без наших придуманных пьес Грустных глаз, горьких фраз В нем хватает без нас А вот счастья хватает и всем Почти у каждой роли Всегда найдется но И вы решайте сами Что лучше, а что хуже Примере вас короны Желающих помог Акклопат с буренчиком Акклопат с буренчиком Ну кому он нужен? Акклопат с буренчиком Акклопат с буренчиком Ну кому он нужен? Хорошо быть шутом, беззаботным притом Ежедневно людей веселись Песни дерзкие петь, пубинцами звенеть Не боясь свой колпак уронить Почти у каждой роли всегда найдется но И вы решайте сами, что лучше, а что хуже Примерим от короны, желающих полно Акклопат с бубенчиком, акклопат с бубенчиком Ну кому он нужен? Акклопат с бубенчиком, акклопат с бубенчиком Ну кому он нужен? Продолжаем программу «Открывашка» Меня зовут Николай Голиков, напомню В гостях у нас сегодня представители Такого проекта, как театральный интенсив для детей летом Это Дарья Ткачева Руководитель культурного центра «Пятый этаж» Где, собственно, все и будет происходить Насколько я понимаю Катя Лучникова, художный руководитель Не детского театра «Кактус» Это тот человек, который, собственно, я понял так Что будет работать со всеми теми детьми Которые к вам придут И два человека, которые уже прошли через эти интенсивы А теперь они уже самые настоящие артисты Недетского театра «Кактус» Это Олеся Рябова и Катерина Байдена Да, и всем еще раз добрый день Напомню, что у нас такой очень сложный вопрос висит На который, по-моему, дети пока ответить не могут И родители им помочь не могут Плохо мы еще знаем театральные профессии Но если кто-то все-таки вспомнит Как называется по-научному Тот человек, который проверяет билеты И помогает вам найти место И поддерживает порядок в зале То вы, конечно, можете позвонить По телефону 211-101 в любой момент И ответить А чтобы вам было попроще Попрошу Катю задать еще такой вопрос Без подковырочки Простой, понятный, на который можно легко найти ответ Мне кажется, очень простой вопрос Все мы знаем Константина Сергеевича Станиславского Но не все знают, что это творческий псевдоним То есть, ну, Станиславский Это творческий псевдоним Так как же настоящая фамилия Константина Сергеевича? Хороший очень вопрос Но мне нравится Знаешь, такая изначально Всем из... Друзья! Ну, кто из нас не знает Константина Сергеевича Станиславского? Надеюсь, что на самом деле, конечно По крайней мере, фамилия Это всем хорошо известно Конечно Потому что она как бы постоянно поддерживается И театр есть с Станиславского И система есть с Станиславского И постоянно это слово звучит Я думаю, несложно будет найти Ну, давай теперь расскажем Что же такое, собственно, интенсив Потому что слово, вот честно вам скажу Понятно, что это связано с чем-то очень интенсивным, да? А что это такое, на самом деле? Как это все будет происходить? Вот кто возьмется рассказать все правду? Я расскажу Что такое интенсив Это на самом деле Ну, вот В полном смысле этого слова Полное погружение в мир театра И в мир искусства То есть мы собираемся в 10 часов утра И на протяжении двух часов Мы занимаемся тренингами Затем, конечно же, мы подкрепляем силы Обедом и прогулкой на свежем воздухе И вторую часть дня До четырех часов включительно Мы создаем спектакль Это у детей У подростков будет немножечко другая программа У них будет больше теории с практикой То есть мы будем с ними на протяжении пяти дней Говорить о пяти этапах развития театрального искусства К нам будут приходить Мне кажется, ну, самые крутые люди нашего города Которые понимают все в театре Это Катерина Рябова Она нам будет помогать разбираться в этапах Мы будем через, опять же, задание погружения Через практику на себе пробовать Что же такое конкретная эпоха Например, античность Чем отличается от современного театра Чем 19 век в театре отличается от 20-го Можно вопрос задать Вот говорите, пробовать на себе Это как можно на себе попробовать античность Вот расскажи Девчонки, вы на себе пробовали античность? То есть вас это не коснулось, да? Вот даже они не знали Да, мы решили сделать все круче Нас всех тоги наденут Денут на нас тоги Вот, а вот кто-то не знает, что такое тоги Что такое катурный Что такое древнегреческая маска Как вообще приходилось работать актеру И Катя нам все это, например, рассказывает И мы сразу же пробуем на себе То есть из подручных средств Мы делаем такой себе античный театр И погружаемся в ту эпоху То есть чтобы на себе почувствовать разницу В чем же специфика, например, актера В древнегреческом театре Или вот как раз таки в театре Шекспира Который назывался «Глобус», как мы сегодня узнали все Либо уже дальше 19-й век, 20-й век Кроме Катерины Рябовой с нами На подростковом интенсиве будет работать Ирина Брежнева Тоже мы будем работать с пластикой То есть, я не знаю, я сама хочу на этот интенсив Чтобы поработать с такими крутыми профессионалами Еще мы хотим сделать на подростковом интенсиве Несколько таких экскурсий В частности, мы пойдем в гости В гости к Катерине Андреевой К художнику театра «Наспаска» В мастерской посмотреть, как создаются декорации к театру Может быть, даже вместе что-то поделаем Какой-то мастер-класс будет В общем, разных сюрпризов и интересностей будет очень много У Леси загорелись глаза Да, она, мне кажется, сейчас будет записываться на интенсив А вот, кстати, им разве запрещено? Нет, можно Опытным уже актрисам разве запрещено? И это будет только плюсом Повысить, так сказать, квалификацию Надеть на себя, опять же, тогу Если ей раньше не приходилось Мы намеренно взяли, точнее, широкие возрастные границы Потому что считаем, что это очень полезно Когда соперекасаются разные возраста Тут может прийти ребенок в 7 лет Который только знакомится И тут же рядом уже почти Уже начинающие взрослые в 11 лет И они друг другу многое могут дать в процессе такой работы То же самое в подростковом возрасте То есть одно дело 11, другое дело 15 Это, казалось бы, разные возрасты Но они взаимодополняют друг друга И они дают друг другу Хороший опыт Да, очень хороший опыт И поэтому для нас это очень интересный такой Вот тоже такая практика Совместного сотворчества А вот опять же, я попрошу тех, кто уже прошел эти вещи Вот рассказать, смотрите, вот с 10 до 4, да, получается С небольшим перерывчиком на перекус такой Вот и целую неделю Вот не было такого ощущения где-нибудь день на второй Зачем я сюда пришла? Нет, вообще ни разу такого не было Не было? Время очень быстро прилетает И к концу интенсива ты просто не понимаешь, куда ушли вот эти 5 дней Всего 5 дней и уже все? В общем, очень быстро прилетает время Ну нет такого ощущения, что вот, слава богу, школа закончилась И тут опять в школу попало Ну это не школа А что это? Это тебя ничему здесь не учат Ты сам учишься Я запомнил Тебя ничему здесь не учат Я запомнил Да-да-да Ты впитываешь в себя информацию То есть не школа, где тебя что-то заставляют делать Ты это делаешь, потому что тебе это интересно Действительно интересно Ну да, такое погружение То есть мы создаем предлагаемые обстоятельства И человек сам может даже выбрать, например, что ему интереснее То есть не для всех подходит актерская сфера Ну в таком классическом понимании Да-да-да И пожалуйста, вы можете помогать с реквизитом, режиссировать сами То есть вот тут такая в хорошем плане свобода Я понял так, что здесь не только актерствовать приглашают детей А просто осваивать какие-то вещи, связанные с тем Да-да-да, конечно И будут какие-то люди, вот я понял уже, Катя Андреева Это, конечно, изумительный театральный художник Такой с именем и с опытом Ну и там же в театре очень много разных вещей Там какие-то еще там, не знаю Еще кто-то будет, люди какие-то из театров Помогать этому всему нет? Ну вот Катерина Рябова, это театровед Театральный критик, да, известный очень Да-да-да Она нам будет помогать, ну, большей частью с теорией Вот Даша тоже прочитает нам Ну, лекция, не лекция, да Тоже очень хочется про современные жанры в театре Да, то есть что такое перформанс, откуда, что, как Да-да-да, мы будем вот в рамках подростковой программы говорить В том числе, вот когда мы говорим про современное искусство Про современный театр Здесь же происходит такое глобальное проникновение Что, как бы, идет по эпохам, там, после 19-го, 20-го, а тут еще и 21-й век, то есть меняется Да-да, вот это проникновение разных жанров, когда театр проникает в визуальное искусство, когда появляется перформанс Мы об этом тоже будем говорить, что-то попробуем тоже на практике из этого сразу воплотить здесь в формате какого-нибудь хэппининга или что-то такое сделаем интересное Поэтому, да, а в целом, действительно, не только актерская работа будет предложена нашим участникам, в том числе и в детском формате Да, конечно Это такое у нас будет такое во время интенсива создание спектакля под ключ Да, за пять дней Да, включать в себя все И если кому-то интереснее не стоять на сцене, не рассказывать, а заниматься, например, реквизитом, создавать декорации, то... Декорации, костюмы, наверное, тоже будут как-то продумываться, да? То есть, конечно, это все зависит от драматургии, которую мы возьмем, но все будет создаваться вот здесь и сейчас самими участниками То есть они пройдут все этапы создания спектакля И самое главное, самое приятное, мне кажется, это премьера, это всегда праздник, всегда цветы, улыбки, не знаю, фотографии То есть это всегда то, чего ждут, то ради чего, и, ну, очень классно, мне кажется, пять дней мы готовимся, и на шестой день такой праздник Девчонки-то улыбались при слове премьера, видимо, приятные воспоминания, да? У вас они были? Да, у нас было несколько премьер Несколько премьер? Нет, ну вот, опять же, та же вот, как называлась-то «Стая летит» или как называлась она? Полет стаи Полет стаи, да, вот «Полет стаи» вы показывали все-таки пластическое спектакль, как люди восприняли? Ну, людям очень понравилось, зрителям Ну, внутри все равно было волнение перед спектаклем Ну, это, вы знаете, даже у человека, который уже заслуженный там или народный артист, у него всякий раз перед спектаклем волнения без этого не бывает Ну, конечно Это очень важная часть, кстати, как раз, мне кажется, этой профессии А вот такого ощущения, вот, что спектакль закончился, да? И вы начали думать, господи, как же плохо все я сделал Вот такое было, вот эти мухи такие были, да? Да, конечно, было Тем более, пластический спектакль не тут рукой махнул или еще что-нибудь там выбилось Было такое? Да Долго переживали? Нет Нет? Быстро прошло? Я не помню, что я делала на сцене Я забываю сразу же, как заканчиваются спектакли Интересно очень Вот так вот у меня происходит Ну, это, в общем-то, не знаю, даже вот Ну, это такой творческий порыв, то есть, когда человек входит в некое, да, такое творческое состояние Ну, понятно, да, то есть полностью погружается Да Не анализирует Да А потом уже выходит А как же потом анализировать? А как же растет творчество? А тут я помогаю Да А она говорит, да я не помню Мы командой, Катя, вот здесь так Катя, здесь не то, здесь не так, да? А она говорит, да и не было этого Нет, ну, в основном мы, конечно, рефлексируем Всегда после премьеры стараемся рефлексировать И я прошу участников самих анализировать И, ну, нет такого, что там кто-то что-то сделал не так Потому что это все такая большая игра, большая импровизация Мы обговариваем, ну, и, конечно же, там, на репетициях договариваемся о каких-то, грубо говоря, точках А все остальное, ну, там, этапах, взаимодействиях, упражнениях внутри спектакля А все остальное такая большая хорошая импровизация и проверка себя, ну, и на зрителя То есть, как бы, сейчас, как такой термин, по-моему, не помню, называется рэперные точки Или когда, значит, должно что-то конкретное происходить Вот здесь должно произойти то-то, там, через пять минут, то-то буквально, ну, не через пять минут А вот между этим мы, как бы, не контролируем, да? Между этим они что-то там могут... Ну, такая, да, импровизация По-моему, импровизирует еще страшнее, чем заученный текст читать, нет? Нет Точно нет? Точно нет Вам больше это нравится, да? Да А вот я смотрю... У Леси сомнения У Леси сомнения Ну, импровизация, это сложнее просто Это намного сложнее, чем просто заученный текст говорить Ну, вот видишь, какие разные мнения Ну, потому что импровизация подразумевает, ну, такую свободу, открытость в себе То есть, ну, не каждый, да, может импровизировать Далеко не каждый А мы вот в «Кактусе» как раз-таки развиваем эту способность, чтобы не просто... Даже ребенок, там, выходя, читая это стихотворение «Огней Барто», чтобы он в заданном, ну, тексте находил для себя какие-то моменты вот этой импровизации, этого творческого полета Он может отойти просто от текста? Да, конечно, может Он может своими словами рассказать, это будет круче То есть, это не как в классе, да, когда ты начнешь своими словами Пушкина рассказывать, то, видимо, оценка будет высокая Кстати говоря, это такой навык крайне ценный, который, к сожалению, в школах редко дается Вот этот навык, с одной стороны, рефлексия по материалу, да, с другой стороны, вот этой импровизации Потому что у меня, например, я как педагог по образованию тоже была практика в школе, я просто не знала, куда деваться, потому что ученики, когда выходят, отвечают на вопросы, они говорят вот исключительно фразами из учебника, вот заученными этими фразами Я не могу добиться от них просто своего отношения к этому А это, на самом деле, опять же, основа вот этой взрослой жизни, взрослого сознания, когда ты можешь сам осмыслить какие-то происходящие с тобой вещи И для ребёнка, кстати говоря, это крайне важно прислушиваться, к что я чувствую, как это называется, как я к этому могу отнестись, как я могу это выразить Это основа нормального поведения, на самом деле, потому что очень часто все вот какие-то там, в том числе поведенческие сложности у детей, да, возникают от того, что они сами не знают, что с ними происходит И они теряются и начинают вот как бы спонтанно как-то выплёскивать свою энергию А когда появляется навык вот этой вот рефлексии, обращения к себе, внимания на том, что ты чувствуешь, и театр вот в этом отношении, он больше помощник И очень ценно, что у нас каждый день в рамках интенсивов будет заканчиваться такой рефлексией того, что сегодня произошло, что мы делали, что мы узнали, что мы из этого вынесли, что нам нужно ещё узнать То есть это крайне важно, на самом деле То есть вот каждый день получается так, что вы с утра у вас идут, ну, если брать маленькую группу, мастер-классы проходят, да? Да То есть там конкретно какие-то вот, ну, примерно вот Мы развиваем навыки, то есть, например, первый день, понедельник, это будет тренинг на взаимодействие То есть мы будем учиться работать в команде То есть какие-то игры будут предложены, да? Да Развивающие вот эту вот способность играть в команде, да? Какие-то вот специальные театральные тренинги, там, актёрская речь, там, знаете, вот что-нибудь такое Ну, это будет, конечно, но это будет всё предложено в игровой форме, опять же, потому что лето, каникулы Да, 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 лето, каникулы и возраст тоже такой Да То есть всё, то есть, как бы, получается, что вот эти тренинги за пять дней пройдут, ну, как бы, по полному кругу вот того, что нужно бы человеку знать, который хочет быть в театре, да? Ну, мы прикоснёмся, то есть, конечно, за пять дней сложно дать там вот как раз-таки полное-полное, да, понимание Но мы прикоснёмся, то есть у человека, прошедшего интенсив, будет понимание, как происходит репетиционный процесс создания спектакля Как вообще проходит создание спектакля, да? Кто в этом задействован, кто за что отвечает и так далее, да? Вообще интересно, конечно, вот это вот У нас ещё будут прогулки, мы будем, мы не будем всё время сидеть в нашем пятом этаже, поскольку, ну, невозможно детей держать Как вы уже сразу сказали, вот прямо в программе там, значит, 12-30 обед, там обедать не будете Да, мы будем выходить на обед в кафе, поскольку у нас там, мы находимся на Ленина-119, а мы будем, мы прогуляемся до кулинарии «Глобус», а там пообедаем и оттуда уйдём гулять в Гагаринский парк То есть через дорогу перейдём Да, да, перейдём через дорогу в Гагаринский парк, и там тоже мы будем не просто так гулять, мы будем играть на свежем воздухе Дети и подвигаются, и погуляют, и что-то ещё интересное и полезное для себя узнают Игры, опять же, будут какие-то вот такие связанные с общим процессом театра По опыту иногда, то есть я опять же смотрю на группу, иногда нужно просто детей отпустить и сказать «Ура, всё, качели и песочница» Вы не боитесь, что потом обратно не соберёте «Ура, качели и песочница»? Нет, 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 то есть, ну, в интенсив... У нас будут помощники, кстати говоря, да, 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 у нас будут помощники, то есть мы не вдвоём, и Катя не одна будет пасти детей, всё как бы будет соблюдено У нас будет помощник, который будет помогать за детьми и присмотреть, и собрать, и проследить, чтобы всё там, безопасность, всё будет в порядке Ну и поскольку интенсив уже не первый раз, то есть я понимаю, да, ну и смотрю на группу всегда Иногда нужно, да, действительно свободу отдохнуть, отойти, это где-то к среде точно бывает Ну и классно А в основном, особенно на подростковом интенсиве, да, у нас не просто прогулки, у нас ещё какое-то определённое задание на эту прогулку Может быть, там, посозерцать, или что-то найти, или что-то для себя отметить, понаблюдать за людьми, за взаимодействием людей, или за природой Ну, то есть какие-то такие определённые тоже навыки Речь, Катя, вы участвовали в таких прогулках? Да А у вас, вам давали какие-то задания? Да, нам давали задания наблюдать за походками людей, наблюдать за природой Я помню, птиц, мы голубей ловили на театральной площади Мы наблюдали за ними, как они двигаются А нет, вот насчёт походок людей, хорошо, вы наблюдали за походкой человеком, что потом нужно повторить её, изобразить, передразнить по-русски Мы повторяли, у нас была игра, что мы Там же прямо на свежем воздухе, вот прошёл человек, у него такая, скажем, оригинальная походка, вы за ним следом пошли Ну, мы как бы запоминали, потом играли, вставали в круг и разными походками шли Вот, и у кого больше походок А кто больше походок... Ну да, в себе фугут собрал Интересно вообще, а голубей зачем ловили? Ну, у нас же был полёт в стае Ну, полёт в стае, понятно, смотреть, как они летят, смотреть, как они там, ну, извините за выражение, клюют там что-то или ещё, да? А ловить ты зачем? Ну, ловили, это я образно сказала, я имею внимание Ловили движение, да, ловили там, ловили, я так понял, что вообще такая акция по ловле голубей на театральной площади Ну, интересно было? Конечно Вот именно на прогулках, вот на этой части, да? То есть полезно? Очень полезно Вот, а потом, когда у вас идёт вот эта вот вечерняя такая рефлексия вечерняя, да? Вот это тоже всё обсуждается, да? Конечно, да, обсуждаются все этапы, обсуждается такой личный опыт Всё, что за день происходило, да? Да, и опыт команды, опыт по созданию спектакля, в чём мы продвинулись, что, где, как Каждый высказывается, мы все слушаем друг друга, всё это в атмосфере чаепития также происходит То есть такое классное завершение дня То есть это не то, что, знаете, там вот там встань, расскажи, что сегодня было, да? Нет, там просто сидят и общаются Конечно, конечно Кто-то больше говорит, кто-то меньше, кто-то может промолчать Да, да То есть такого как бы нет напряга, что ты обязан, вот там всё Нет, конечно Вот что, важно, потому что как бы лето всё-таки, да? Это отличительная, наверное, особенность работы недетского театра Вы знаете, мне очень понравилось, как в рецензии на спектакль недетского театра «Кактус» Наталья Панишева написала, что это театр любительский Вот в самом лучшем значении слова, слово «любить» То есть это ребята, которые занимаются театром, потому что он им нравится, потому что они его любят Потому что в этом тут никогда никакого такого насилия, дидактики, какое-то вот надо сделать, там что-то такое Мы всегда идём от того, что принёс ребёнок с собой Да, от запроса Да, всегда мы исходим из этого Если ему на данный момент, вот он не готов говорить или не готов что-то делать То никто его заставлять, конечно, не будет Но даже вот, даже по собственному опыту, как мамы, да, бывает, ребёнок сидит и вроде бы он ничего не делает, не участвует Он просто присутствует, смотрит, он потом через некоторое время выдаёт что-то То есть он всё равно это в себя впитывает, так или иначе Поэтому, я думаю, в любом случае, то, что не будет, не будет точно, так это не будет никакого заставления что-то делать Нет, но вопрос же опять возникает в том, что рано или поздно, когда выбран спектакль, выбраны роли Есть человек, который режиссёр, там есть человек из детишек, который тоже хочет в этом участвовать Но в конце концов режиссёр должен ставить спектакль Он должен чего-то добиваться от людей, которые в нём участвуют Но этот момент возникает Не может же быть так, что режиссёр говорит, я считаю, что вот в этой сцене, значит, ты должна быть вот здесь вот, да А ты говоришь, я не хочу тут быть, я вон тут буду стоять Ну пусть стоит Режиссёр ведь как бы отвечает за итоговые продукты Это опять же этюдный метод, то есть мы решаем всё командой Вот мы делаем несколько этюдов на одну, например, тему И команда сама видит, как лучшее То есть вот, ну, и тут такое чувствование друг друга, команды, почему мы начинаем тренинг, например, с взаимодействия И все понимают, что есть какая-то одна общая, единая задача, мы к ней идём И, ну, иногда, конечно, какие-то свои там личные пожелания выйти на первый план и всех перекрыть Ну, как-то все очень логично понимают Ну да, что нужно, вот тут чуть-чуть назад А я-то где, да? Сейчас спектакль, спектакль, а я-то где? У меня же мама, папа придут посмотреть, а меня там всё время где-то в стае лечу, да? Ну, у нас, кстати, вот как раз-таки на интенсивах я выбираю такой драматургический материал, чтобы действительно у всех была роль То есть, чтобы не было такого, ну, кто-то один главный на протяжении часа отдувается за всех, а все остальные, ну, там, дерево или ромашка в третьем ряду Ну да, ну, вот я стою там деревом, да, вот я весь спектакль стою, ну, мне же скучно тоже, неинтересно И потом надо мной смеяться, будут сказать, а где? То есть, как бы всем даётся немножко, да, вот такой кусочек импровизации, как в джазе, опять же, каждый должен кусочек свой проимпровизировать Да Вот, у нас, к сожалению, передачка потихоньку подходит к концу, поэтому я хотел бы вот что ещё сделать Да, у нас буквально две минутки Давайте ещё раз напомним, вот те из родителей, которые сейчас слушают нашу программу, те из детишек, которые послушали нашу программу и захотели поучаствовать в этом В очень полном, таком экстраординарном событии, мне кажется, хоть и бывает там регулярно, но всё-таки это всего лишь две недели в году, да Как связаться, как найти, что нужно для этого, может, что-то с собой брать нужно там, не знаю Ну, нужно связаться с нами по телефону Плюс семь, девятьсот двадцать два, девятьсот девяносто пять, ноль один, ноль пять Позвонить, сообщить о своём желании, если уже подростки, взрослые, например, родителям Позвонить, изъявить желание, что вот наш там ребёнок или мы хотим, чтобы поучаствовали Договориться о встрече и прийти с паспортом и заключить с нами договор На вот этой части И узнать все подробности Может быть, ещё раз, если успеваем даты сказать Да, конечно Да, детские, детское погружение, театральное погружение, лаборатория для детей, это с двадцать четвёртого по Плюс шесть дней Да Ну, давайте день начала просто, неделя с двадцать четвёртого июня Да, неделя с двадцать четвёртого июня Да, с двадцать четвёртого июня Вот А подростковый, это с первого по шестой июля Да, всё правильно Соответственно, первая неделя июля Первая неделя июля, да Всё это будет происходить где? Это в культурный центр, пятый этаж Ленина, 119А Это что у нас, такой торговый центр? Это торговый центр Магазин «Спортмастер» на первом этаже Легко находит, через него заходите И прямо на пятом этаже Сразу лифт, и сразу на пятом этаже вы оказываетесь Да, очень удобно, всё нормально в центре города Вот, ну что, я думаю, что мы всё подробно более-менее рассказали, да? Вопросов нету, страхов быть не должно Девчонки, которые прошли интенсивы, живы, здоровы и прекрасно выглядят Да, и улыбаются И улыбаются при этом Но они улыбаются в интересных очень местах Мне это понравилось Напомню ещё, что у нас сегодня были в гостях Дарья Ткачёва, руководитель культурного центра, пятый этаж Катя Лучникова, руководитель не детского театра «Кактус», но всё-таки хорошее название И Олеся Рябова и Екатерина Байдина – это артисты этого театра Всем вам, девчонки, большое спасибо, удачи, чтобы всё было хорошо И я думаю, что по итогам этого интенсива мы с вами ещё встретимся Спасибо огромное И вам спасибо, наши любимые слушатели Всего вам доброго, прекрасных выходных Детская познавательная программа «Открывашка»